Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Всем привет! Меня зовут Юлия Старостина. Время не любит, когда его тратят впустую. А вы смотрите Медиа Репортаж на телеканале КМА. Сегодня мы участвуем в игре «Угадай за 60 секунд». Давайте посмотрим, какая команда окажется самой умной. Друзья, пожалуйста, как часто вы ходите на эту игру? Ну, вы знаете, я стараюсь почаще. Это бывает, наверное, раз в месяц. Вы выигрывали уже когда-нибудь? Да, неоднократно у нас бывали и первые, и вторые, и третье место. Это, наверное, зависит еще от команды. Если умники соберутся, то победа у тебя точно. Что помогает именно вам выигрывать в этой игре? Наверное, настроение. Когда ты в хорошем настроении, как-то получается, что у тебя больше идей приходит. Иногда они бывают правильными. Какой макияж чаще всего выбирают девушки и парни на Хэллоуин? Девушки чаще всего выбирают быть ведьмами, а парни вампирами. Все очень просто. Это самые такие часто используют, ходовые, да, макияжи. А так, в зависимости, какой фильм вышел или мультфильм, часто образы берутся из фильмов и мультфильмов. И какой-то, например, там вот Харли Квинн, я думаю, до сих пор еще в моде. Ну и, наверное, вот часто бывает, то есть какой-то год больше одного макияжа, другого. Но все равно ведьмы и вампиры рулят всегда. Здравствуйте! Сегодняшняя игра посвящена Хэллоуину, и обычно все наряжаются в ведьм, вапиров и так далее. Чем обусловлен выбор вашего наряда на сегодняшний вечер? Ну, во-первых, это не совсем правда. Мы уже разговаривали с друзьями по поводу того, что в тот год, когда вышел фильм по Мстителям, или, нет, это были не Мстители, когда все нарядились в Харли Квинн, допустим, да, то есть сейчас все ждали игру в Кальмара, да, соответственно, все наряжаются в спортивные костюмы и в комбинезоны, да, то есть это, мне кажется, больше просто самовыражение. Я купил недавно этот Чапан, я очень им горжусь, мне очень нравится казахская культура, вот, и я решил нарядиться в него. Хорошо, понятно, спасибо вам большое. Я не познакомился с командами, итак, справа налево начну, 13-й стол, ну, вот, все было очевидно. Чёртова Дюжина, давайте поприестуем, Чёртова Дюжина, у нас здесь сборная. Вы раньше играли у нас? А, ну, оставим все дебюта. Давайте все вместе поаплодируем, целая, почти целая команда у нас, новичков. Весело будет, обещаю вам, но не без ваших усилий, конечно же. Продолжение следует... Здравствуйте, скажите, пожалуйста, чем сегодняшняя игра отличается от игры, которая проводилась два года назад? Что изменилось? Ну, наверное, карантин все-таки наложил свой отпечаток, поэтому мы ограничены в количестве людей, которые присутствуют. Это, наверное, не ощущается, потому что атмосфера праздника осталась прежней, но, тем не менее. Ну, и, наверное, все соскучились по выходам и по мероприятиям, поэтому очень много людей, кто поддержал дресс-код, наверное, больше, чем два года назад. Что для вас самое трудное в организации этой игры? На первом вопросу всех капитанов будет 30 секунд. Я прям озадачивалась. Вообще у организаторов масса, конечно, моментов возникает, которые кажутся, что все, жизнь кончилась как так. Вот, например, сегодня позвонили и сказали, во всем бизнес-центре отключили воду. И это было за два часа до мероприятия. Вот, честно говоря, я была в таком легком недоумении, представила, как все бегают с ведерками, как каким-то образом пытаются помыть руки. Ну, все решилось. Воду дали, слава богу, все хорошо. В общем, не без сюрпризов. Здравствуйте. Сейчас прошел уже первый раунд игры. Вы все время были в роли наблюдателя. Сегодня вы в жюри. Расскажите, в чем интереснее быть в роли жюри, нежели чем быть участником? Ну, во-первых, я привык жюрить по жизни. Это как моя карма. Мне нравится в роли жюри быть. Мне нравится смотреть, как люди переживают, дергаются. А ты спокоен, как сфикс. Тебя задача только поставить плюс-киминцы. После первого раунда игры у вас уже появилась какая-то команда, которая вам больше всего нравится? Ваша команда-фаворит. Да, но это потому, что люди, которых я очень хорошо знаю, поэтому мне очень нравится. Они очень веселые. По каким еще критериям вы выбираете команду, которую вы на сегодняшний вечер больше всего полюбите? Ну, я думаю, что мне бы импонировало спокойствие и собранность. То есть мне бы импонировало, я вижу в некоторых столах, как люди к этому относятся не как к игре, а как к игре по-настоящему. Игра, которая объединяет людей. Вам импонирует спокойствие и собранность. А вы в жизни спокойный человек, собранный или все-таки более переживающий в некоторых моментах? Вы знаете, ну, я умудряюсь сочетать в себе спокойствие и собранность. И я очень склонен к эмпатии. Я очень переживаю всегда. Я умудряюсь сочетать в себе это некачество. Эндрю Стэнтон заметил, что иксы могут выражать эмоции своих хозяев. Назовите иксы одним словом. Вы пошли. Ремоджи. Эмоции своих хозяев. Вы собрали. Вы можете, вы можете, вы можете. Вы можете, вы можете, вы можете. Сегодня в этой игре вы капитан команды. Расскажите, каково это быть капитаном? Капитаном в команде это ответственно в первую очередь. Потому что нужно как-то объединить команду, наверное, или взять ответственность на себя за тот или иной ответ. Но сегодня мы сыграли дружно. Не было никакого перетягивания одеяла, я думаю. И все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Хорошо. Вы во время игры ответили, мы заметили то, что во время игры вы ответили на очень много разных вопросов. Как вам удается быть настолько разносторонней личностью? Ну, это нисколько, как бы, ну, у меня такой, наверное, склад ума и характера, потому что я очень много читаю, читала, и память у меня хорошая. И, собственно, со всеми этими, ну, все эти ответы, они где-то хранятся, наверное, в закоулках памяти, и они выходят просто сами. Но я бы не сказала, что сегодня у нас была успешная игра, мы можем лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Ваша команда сегодня в очередной раз заняла первое место. Призом является красная икра. Скажите, пожалуйста, каково это постоянно выигрывать красную икру? Во-первых, это достаточно больно по печени бьет, поэтому мы ограничиваем ее употребление. Но все наши родственники, ближайшие, дальние, все снабжены икрой вне выигрыша. Так мы боремся с избытком икры в нашей жизни. А как вам это удается так часто занимать первые места? Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, секреты? Нет, наверное, сыгранный коллектив единомышленников. Все, в принципе, ребята, каждый сам по себе очень сильный игрок, поэтому, наверное, наш секрет в этом. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы узнали ответы на самые неожиданные вопросы, спросили секрет выигрыша и поняли, как всегда оставаться разносторонним человеком. С вами была Юлия Старостина и Казахстанская Медиа Академия. Развивайтесь, играйте в интересные игры и обязательно выигрывайте. Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж